Приветствую вас. Конечно, вам в первую очередь хочется посочувствовать и сказать, что очень жаль, что вы оказались в такой ситуации. Очень жаль, что вы оказались в ситуации, когда в вашем детстве вас были достаточно отстранены и в то же время невротичные родители, которые, с одной стороны, эмоционально были отстранены, а с другой стороны, совершало по отношению к вам различные действия. Естественно, вы травмированы, естественно, у вас очень много подавленной злости, агрессии, негатива и боли. Естественно, вы боитесь слабости, боитесь эмоциональной и физической близости. Потому что для вас это практически всегда, если не всегда, влечет какую-то боль, какую-то болезненность и так далее. И на самом деле, наверное, в первую очередь именно с вашей травмированностью, с подавленными эмоциями, агрессией, обидой, болью, незавершенностью, непроработанностью тех травм, которые вы забили, нужно работать. Потому что вас это разрушает внутри, вам это мешает. В результате этого у вас есть ощущение, что вы, может быть, в чем-то виноваты и, соответственно, с вами что-то не так. Родители ваши, может быть, тоже виноваты и с ними, может быть, что-то не так. Понимаете? Большое количество подавленной агрессии, злости, негатива приводит к некому такому ступору в отношениях. То есть, я, с одной стороны, не могу высказать, не могу себя защитить в случае, если мне, там, сделают больно, или если я, там, доверюсь, откроюсь. А с другой стороны, во мне это в постоянном свете. Такая, вот, получается, зависящая ситуация. И это вот борьет стена, да? Это как раз-таки страх. Страх, с одной стороны, выразить свои эмоции, с другой стороны, открыться за близостью, потому что может быть больно. А больно от чего? От того, что будет подтверждение ваших собственных негативных представлений, представления о себе, что-то, ну и что-то не так, что я какая-то не такая и так далее. Это такой момент, да? Вот. Дальше, ну, по поводу того, что человеку сказать «да», это, мне кажется, вы немножко здесь как-то уходите в гиперболу, потому что, ну, человеку не нужно говорить и говорить «да». С человеку, с человеку, с человеком нужно взаимодействовать, взаимодействовать. С человеком нужно, ну, смотреть, как и что, да? То есть, не нужно говорить брать и говорить человеку «да». Ну, это вот такой момент. А еще на что бы я хотел обратить ваше внимание, это на вот, ну, некую такую, как мне кажется, во-первых, зависит от мнения других людей и, собственно, нереализованных сценарий. То есть, вот, работа вашей коллеги, ну, люди, с которыми вы работаете, на мой взгляд, используется вами для подчеркивания своего состояния психологического. То есть, ну, условно говоря, насколько я хороший, хороший ли я вообще? Вы сравниваете себя, кстати, с другими женщинами, людьми. Потому что если я не такая, как они, я плохая. Такая себя, вы не принимаете. Ваши родители, они, ну, как бы, действительно были, скорее всего, отстранены. Вот вы не говорите, от кого происходили домогательства и насилие физическое было. Ну, как бы, скорее всего, отстранены. Ну, может быть, не отстранены, да? Вот. Вот сны, боль, то, что вы, то, что вы чувствуете, это вот все не отреагирует на агрессию. Вот. И вот вы пишите, да, я смотрю на, значит, так, вот вы пишите, что я виноват в том, что хороший мужчина ушел. Никто не виноват в этом, да? Ну, вы себя склонны винить. Опять же, за что вы себя вините? Ааа, себя вините, ааа, скорее всего, за то, что потеряли. Понимаете? То есть, момент какой, что вы себя вините именно за то, что вы потеряли мужчину. Да, сын. Потеряли то, что вам нужно. Ааа, вот. Дальше, я совсем одна. То есть, вот, у вас тяготит одиночество. То есть, вам, вот, ну, как бы, нуждаться в других людях. Нормально, эээ, общаться с другими людьми, стремиться к общению с другими людьми. Это нормально, но у вас, эээ, как мне кажется, переизбиточное такое вот непринятие себя. Тяжесть, эээ, что вы тяготитесь, эээ, с собой. Вот. Я смотрю на своих ровесниц, коллег, просто, по-моему, они все знаем, у них всех ездить. И что? То есть, как бы, это то, чего вы хотите? Семью и детей? Ааа, для чего? Понятно, что все хотят у них детей. Но. У вас это, эээ, фиксировано. То есть, понимаете, эээ, как бы, встречая с человеком, и начиная взаимодействовать с человеком. Да, каким, каким-либо. Нет такого, что, эээ, что мы заранее думаем, о, вот я сейчас встречу, встречу человека, и обязательно буду с ним, эээ, значит, ну, в семейных отношениях обязательно, ну, поженимся, обязательно родим детей и прочее. Такого нет. То есть, может быть, да, может быть, нет. У вас тут, вот, достаточно жесткие, как мне кажется, эээ, градации реальности и непринятие какого-то, вот, исхода, который именно вам не нравится. Что за вас это задевает. Аааа, так, неужели у меня так никогда так не будет, почти вы. Вот видите, здесь идет надрыв. То есть, если у меня сейчас этого нет, это значит, я плохая. То есть, мы не знаем, будет ли что-то в будущем у вас, или нет. Вот, этого никто не знает. Но сейчас, если у меня не так, как у них, то я плохая. Я просыпаюсь как в утро и не представляю, что рядом есть любимый мужчина, ребенок. Неужели мне никогда так не будет? Смотрите, опять же, здесь есть тонкая грань, вместо тем, что каждый из нас хотел бы любимого сделать человека рядом, но ребенка не хотел, не хотел зависеть от многих факторов. Для чего именно, или именно вам это? То есть, вы же понимаете, что речь идет не про человека, не про желание сделать человека счастливым, а про то, что нужно вам, про то, в чем нуждайте свои. Серьезненько думаете, радость ли то ли, что такая хорошая девушка, и почему ладно, я просто не могу, не могу, я просто не могу никому открыться. Вы боитесь близости, потому что близость это больно, вы боитесь слабости, потому что слабость это боль. Вместе с тем, я полагаю, что проявление слабости открытия создает у вас ощущение зависимости, зависимости от того, когда вы открываетесь и проявляете себя настоящим и становитесь зависимым от этого человека. Что как бы тоже создает негативный такой налет на перспективе открыться кому-либо. Так, дальше, ко мне подходит знакомиться, я не могу, я не знакомлю, внутри меня как будто стена барьера, не могу сказать, что человеку да. Ну смотрите, здесь нужен справедливость ради повод, то есть как бы нужен контекст, ознакомиться просто так, чтобы познакомиться, вариант далеко не самый лучший. Нужно, чтобы было что-то общее между двумя человеком, и крайне важно, чтобы изначально, чтобы на заре вашего знакомства с кем угодно, вы друг друга не воспринимали как мужчину и женщину, как представители своего генера, чтобы вы воспринимали друг друга иначе. Как коллегу, как сотрудника, как случайного спутника, как партнера, вот так. Да, легче будет выславить отношения. Вы же, мне кажется, вот не знакомитесь с мужчинами, потому что это мужчина, не человек, а мужчина. Вы себе человека не видите, видите в себе только женщину, девочку, может быть, там, потенциальную мат, несостоявшуюся. Вы не видите в себе личности человека, возможно, и вы не видите этого же в своих партнерах. Поэтому это так сложно, потому что, действительно, познакомиться с мужчиной в узком смысле слова и женщиной в узком смысле слова, ну, очень тяжело. Дальше, я просто опускаю глаза и прихожу, я не могу словить мужчинам глаза, например, ваши взгляды с тем мужчиной, которым было три года, а почему-нибудь смотреть, что вы боитесь или что. Я просто хочу сказать, неужели такие, которые испытывали секционную насилию в детстве, никогда не будет сейчас. Как вы думаете, зачем искать любовь? Вам этой любви не хватает сейчас, если вы пытаетесь найти ее в другом человеке. И пока вы действуете так, вы вряд ли сможете построить именно гармоничные отношения, независимые. Вот. Своего человека, ну, нескольких людей. Люди не могут быть чьими-чьими, да, они не принадлежат друг другу. Вот. Это вы хотите принадлежать, может быть, потому что себе вы не доверяете. Дальше. Почему так? Нет, это не так. Я достаточно испытала негатива, почему Бог ко мне не милостерден. Мне кажется, здесь вы ходите в жалость к себе. Это недостаток любви. Так вы... То есть напрямую вы к себе любовь не проявляете, а вот таким способом это проявлялось. А если он вообще... Ну, это не к психологам вопрос про Бога. Это вопрос очень личный. Вот. К примеру, я являюсь представителем агностицизма, так что... Неужели для таких, как я, ничего не остается, кроме суицидов? Ну, если у вас есть мысли о суициде, я думаю, вам нужно обратиться обязательно к врачу. Возможно, у вас есть депрессия. Вот. Если у вас есть депрессия, при том, что это депрессия эндогенная, ну, я думаю, что, скорее всего, у вас депрессия психогенная, но если вдруг у вас эндогенная, или если у вас тяжелая форма психогенной депрессии, да, то есть, у вас два типа депрессия, etcetera, депрессия, связанные с теми процессами, которые происходят в психике, и другая форма депрессия, связанная именно с тем, что происходит в мозгу. У вас, скорее всего, депрессия – это психоген, но она может быть достаточно тяжелой. Вам нужно брать, чтобы назначили вам препараты, дабы вот выйти из этого ощущения и заняться в психотерапии. То есть необходимо понимать, что мысли про сцветы – это ваше депрессия. Я знаю, что многих, кто сильно испытал наше детство, возвращался сцвет в вашей жизни. Прошу помочь с каким-то ответом. Ну, поймите, хоть какой-то ответ вам не поможет. Вам нужна психотерапия, желательно регулярно. Я вам сам с вас, самый трамвый, так просто, к сожалению, не проходит. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что это было полезно. Я надеюсь, что, переварив то, что я сказал, вы дадите какую-то обратную связь для начала процесса терапии. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует.